Служение, споем гимн, спой же песню об Иисусе, славя Его. Он так благ, ты полагайся лишь на Него. Спой же песню об Иисусе, славя Его. Он так благ, ты полагайся лишь на Него. Любит нас Он как лучший друг, Он вблизи навсегда вокруг. Спеши же Ему принять, молу и честь. Любит нас Он как лучший друг, Он вблизи навсегда вокруг. Спеши же Ему принять, молу и честь. Одно слово об Иисусе, Он свой чужих. Любит нас Он как лучший друг, Он вблизи навсегда вокруг. Спеши же Ему принять, молу и честь. Любит нас Он как лучший друг, Он вблизи навсегда вокруг. Спеши же Ему принять, молу и честь. Любит нас Он как лучший друг, Он вблизи навсегда вокруг. Спеши же Ему принять, молу и честь. Любит нас Он как лучший друг, Он вблизи навсегда вокруг. Спеши же Ему принять, молу и честь. Любит нас Он как лучший друг, Он вблизи навсегда вокруг. Спеши же Ему принять, молу и честь. Спеши же Ему принять, молу и честь. Спеши же Ему принять, молу и честь. Слава нашему Господу, братья и сестры, Бог подарил нам это утро, этот воскресный утренний час, и мы предстаем пред Ним, будем молиться, благословлять, просить, нуждаться. И мы приветствуем всех наших гостей, кто посетил нашу церковь, служение. Всех тех, которые спешат прославить Господа. Да будет имя нашего Господа прославлено. Псалмопевец в 91-м псалме возвещает так. «Благо есть славить Господа, петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». Сегодня Господь обновил милость и благо сегодня славить Господа и петь имени Ему. Да будет это имя прославлено. А мы молитвенно обратимся и понуждаемся в Его присутствии, в Его благословении на все служение. Боже наш, мы благодарим Тебя, что Ты даровал нам эту прекрасную возможность быть здесь, Иисус, и поклоняться, славить Тебя, Твое имя, и петь имени Твоему Всевышний, Всемогущий, Царь, Царей и Господь, Господствующий. Наше сердце, наш разум, он склоняется и преклоняется пред Тобою. Наше сердце желает славить Тебя и возвещать имени Твоему. Чудные дела Твои и вели Господь. Да будет милость Твоя над всеми нами, ибо Ты обновил этот день, обновил это утро. Слава Тебе хранил нас в дорогах, путях. Да будет имя Твоего провозносенно и прославлено, Иисус, через песнопение, через словословие, через проповеди. Да будет наше сердце, как добрая почва, которая могла воспринять Твое семя, Твое Слово. Благослови сегодня проповедующих, благослови сегодня воспоющих и всех нас присутствующих. Да будет имя Твое возвеличено и прославлено снова и снова. Да будет наше сердце настроено для того, чтобы слышать Твой голос и Твои слова. Наполни благодатью, силой Духа Святого. Пусть Слово Твое обильно вселяется в наши сердца. Тебе единому да будет слава, хвала, честь и благоданность Бог, наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я радуюсь и торжествую, спасенный я кровью Христа. Я радуюсь и торжествую, спасенный я кровью Христа. Иисуса имя прославляю за полный Голгоф и Креста. Иисус меня освободил, на крест Голгофских взойдя. Реки простил, крови омыл, имение Божьей Дитя. Христос моей в душе родился, словами нельзя рассказать. Иисус меня освободил, на крест Голгофских взойдя. Реки простил, крови омыл, имение Божьей Дитя. Конец страданиям и печалям лишь в небе душа обретет. И я стремлюсь, небесным далям, меня мой Спаситель там ждет. Иисус меня освободил, на крест Голгофских взойдя. Реки простил, крови омыл, имение Божьей Дитя. Пожалуйста, присаживайтесь. Реки простил, крови омыл. Песня. 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 Аминь. Господне есть царство, и оно заключается в силе, славе. Это Его царство. Аллилуйя. Он царствует, окруженный величием и славой. Потому тверда Вселенная, что Господь продолжает царствовать. Да будет имя Господне благословенно. И блаженна Ты, дорогая душа, что Твоим приоритетом в жизни стал этот Господь. И сегодняшнее утро было выбрано Тобой именно для того, чтобы прославить Творца миров, чтобы прославить Творца нашего, Творца нашей души, нашего естества. И мы живы благодаря им, живем, движемся и существуем, за что Ему слава. Я очень благодарен Господу, друзья мои дорогие, что каждый раз, когда мы приходим в собрание, у нас есть уникальная возможность. Бог ее нам предоставляет. Это учиться у Его ног, учиться от Его слов. Когда-то Христос сказал об этой позиции, что Мария избрала благую часть, которая не отнимется от нее вовек. Есть, правда, другая категория людей, которая есть, оно звучит как предупреждение, всегда учащиеся и никак не могущие дойти до познания истины. Пусть Господь сохранит нас от этой категории, чтобы мы как раз были в той первой, как Мария, учиться слагать у ног сердце свое, чтобы в конечном итоге это реализовать в своей жизни. Сегодня тема моей такой, постараюсь, конечно, уложиться в это время, она называется короткое слово «победа». Кто из нас не знаком с этим словом? Мы живем в мире, где буквально все, как говорится, вот эти состязания спортивные, войны, которые, все это делается ради одного – победить. Победа. Чтобы это была победа. В Священном Писании много говорится о победе, друзья мои, и мы, христиане, неравнодушны к этому определению, к этому слову, или к этому, скажем так, явлению. Потому что кому-кому, но нам нужно иметь, держать, одержать победу, победу в нашей жизни. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Вы знаете, в Священном Писании очень много говорится о победе, вот, о побеждающих людях, и, ну, это ж серьезно. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и эта победа есть победившая мир, вера ваша. Ибо, и второе, друзья, вот на что хочу обратить также внимание. «Ибо если избегнув сквер мира» – это второе послание Петра, 2 глава, 20 стих. «Ибо если избегнув сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них». В чем запутываются? В сквернах мира. Апостол Петр предупреждает и говорит о людях, предупреждает тем самым нас, которые еще не запутались. Но говорит, что есть такая, оказывается, опасность – быть запутанными тем, от чего избавились когда-то. «Однажды избегнули сквер мира». Это очень много, что там включается в эти скверны мира. Но факт то, что запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Что же конкретно произошло с этими людьми? И что они делали такое, что они запутались в сквернах мира? Это в этой же главе, чуть-чуть выше, чуть ниже, говорится об этом. Лжеучители, которые ведут пагубные елиси. Они, оказывается, запутали, но они еще и другие хотят запутать. «Идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные, не срашаться злословить высших. Они полагают удовольствие во вседневной роскоши». Смотрите, что перечисляется, да? «Срамники и осквернители наслаждаются своими обманами». Вы знаете, друзья мои, нормальная реакция христианина. Ну, все мы много согрешаем. Но бывает где-то человек искренний, хороший христианин, но где-то, ну, скажем так, приврал немного. Ну, приукрасил что-то, потому что любое приукрашение, для того, чтобы приукрасить что-то, нужно использовать неправду. Вот немножко христианин обязательно этим мучается. Ему тяжело, что он допустил неправду в своей жизни. Он будет стараться это исправить. И первое, что он сделает, это покаяться перед Богом. Ну, второе, если хватит мужества, он скажет тому человеку, который был свидетелем этого, что, знаешь, вот я немножко обманул неправду, сказал, ну, не могу, вот оно мучает меня, я не хочу это нести на себе. Он кается, это его мучает. Но если человек запутался в сквернах мира, то он, как Писание здесь говорит, они наслаждаются обманами. Обманул, получилось, и потом доволен. Доволен даже, что вот как ловко я обвел их. Вот этих людей, значит, обманули что-то, получилось. Наслаждается. Голос, который должен быть, это помазание, оно заглушено. Голос совести, значит, уже не говорит, не обличает. Это скверно, наслаждаются обманами. Произнося надутые пустословия, уловляют плотские похоти и вразврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Интересно, что человек в таком положении не хочет оставаться один. Ему хочется набрать побольше сторонников, потому что тогда человеку кажется, кажется, что если нас много, то мы правы, потому что не могут заблуждаться так много людей. Поэтому наше дело правое. Обещают свободу, будучи рабы тления. И вот это, вот то, что вначале я прочитал, Писание говорит, что то для таковых, вот, они запутываются, побеждаются, значит, скверными мира, и для таковых последнее бывает хуже первого. Бывает с ними плохо. Но теперь давайте совершенно другую сторону, обратить внимание на другую категорию людей, на категорию победителей. Что они, говорит Священное Писание? «Побеждающему дам вкушать одрево жизни, которое среди рая. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Дам ему белый камень». И там новое имя написано. «Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, исповедую его пред отцом моим, пред ангелами». Смотрите, какие красивые слова, какие знаменательные, сколько прекрасного вложено в этих словах действительно светлого, славного будущего для христианина. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, дам сесть со мною на престоле моем, и, наконец, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Вы заметили разницу? Тех, которые побеждены, и тех, которые... Судьбу. Тех, которые побеждены, и тех, которые побеждают, которые победили. Какая перспектива! Какое славное будущее! Слава нашему Господу! Поэтому положилось мне на сердце, друзья мои, вот разложить, как говорится, вот это слово «победа». Победа. С чего она состоит? Что нужно именно для того, чтобы быть победителем? Что нужно? Вообще-то победы, как мы знаем, в этом мире требуют, ну, разные, как говорится, сердцезсозания происходят, разные виды борьбы, битв, сражений, и разные, естественно, виды, методы достижения этих побед. Кто-то достигает победу, потому что у него накачанные мышцы, кто-то, потому что он быстро бегает, и он где-то там в олимпийских соревнованиях достигает каких-то побед, или на чемпионатах мира. Кто-то достигает победы на политической арене, потому что хорошо, как говорится, работают мозги, подвешен язык. Кто-то достигает победы, чего-то добиваясь, пишет какие-то письма, кто-то даже анонимные, но тоже чего-то добивается, то есть разные виды борьбы. Христианин. Как он может достигнуть победу? Как? Положилось мне слово «победа» обратить на каждую букву этого слова. Я не знаю. О, смотрите, следите. Очень хорошо. Мы сегодня вместе с вами составим проповедь, которая нам запомнится. Итак, обратите внимание, здесь шесть букв в этом слове. Шесть букв. На каждую букву давайте обратим ваше внимание вместе, подумаем, с чего начинается христианская победа. Не будем касаться мирских побед, христианская. Вы знаете, дорогие друзья, Итак, давайте первое слово с буквы «п». Победа. П. Что вы думаете? Вот самое главное действие, которое должен сделать человек, даже христианин, первое, с чего он может начать? Можете выкрикивать. Вот. Для меня это покаяние. Покаяние. Кстати, там, где перечисляются победители, обратите внимание, что там везде идет речь о победителях. Перед этим говорит почти всем. Покайся. И тогда будешь победителем. Покайся. Он, это послание написано семи церквям, даже ангелам. Христос, Иоанн, обернулся, увидел, это звезды, звезды в руках Спасителя. И этим звездам говорится, покайся, 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 твори прежние дела, остановись на тем пути, в котором ты есть, покайся от своего беспечия, от своего равнодушия, покайся, покайся. Мои дорогие друзья, некоторые христиане просто игнорируют этим действием или этим методом приближения к Богу. Они думают, что они вот, допустим, ну не так я хорошо, но я завтра начну, лучше, еще прочее. Я не знаю, у кого получается это. У меня лично это не получается. Никакие благие намерения. Ничего из этого не выходит. Но когда я искренно, анализируя прожитый день, искренно перед Богом, каюсь, исповедуюсь, признаюсь в своем ничтожестве, в своей слабости, я чувствую, как благодать Духа Святого, как очистительная кровь Иисуса Христа работают в моей жизни, и мне хочется еще больше и больше приближаться к Богу и иметь с Ним общение. Вы знаете, друзья мои, Господь, мне это очень нравится, кстати, я всегда об этом говорю, но у Христа есть такая черта характера. Он любит, что? Миловать. Он любит миловать. Иногда дьявол настолько обманывает человека, говорит ему, что ты не сильно там у сердца, ты столько раз каешься, это все, ну, кто же тебя терпеть-то будет уже? Так вот, не верьте. Не верьте дьяволу. Не верьте его клевете. Христос любит. Христос любит, это его любимая работа. Ему нравится миловать, но миловать для того, чтобы помиловать человека. Человеческое сердце должно признать свою вину. Оно должно в сокрушении прийти и попросить у Господа прощения. Это условие, без которого нет помилования. Он не может, не может миловать, если человек не кается. Поэтому не имеет значения. Покаялся ты 30 лет и стал христианином. Но если ты не каешься каждый день, анализируя свою жизнь, значит, у тебя нет дороги к победе. Ты не будешь победителем. Первое – покаяние. Поэтому это очень важно. Покаяние. Второе – о! О! Покаялись. И дальше что? Да, правильно. Отдаться нужно отдача. Отдача. Посвящение себя к Богу. Отвергни себя, возьми крест, кто хочет идти за Мною. Ты покаялся. Но, друзья мои, вы знаете, Христос сказал притчу о том, что если ты, если ты получил прощение через покаяние, и комната убрана, усланная, но при этом не занята никем, ты не отдал себя Христу. Ты не позволил Ему занять эту пустую комнату твоего сердца. То, что тот, который вышел, побродит, побродит. А потом вернется и пригласит с собой еще семь друзей своих злейших его. И бывает для человека хуже, последнее, хуже первого. Невозможно без отдачи. Это единственная возможность защитить себя в своей христианской жизни. Когда мы отдаем, когда мы посвящаем себя для Бога, отдаем себя для Него. Кто-то рассказывал здесь пример о том, что когда раб был выкуплен, продавался на рынке, выкуплен, и потом хозяин, который его купил, сказал, делай, что хочешь, ты свободен. И раб тот понял, что только тот господин, который так милосерд и добр, который заплатил за Него и объявляет Ему свободу, но не налагает на Него никаких обязанностей, нельзя без Него дальше жить. Он бежит за Ним и говорит, умоляю, я хочу быть Твоим рабом. Я хочу быть Твоим рабом. Люблю Господина моего. Соглашаюсь на то, чтобы прокололи мое ухо, и чтобы это ухо слышало только Его, и чтобы я слушал только Ему. Наша безопасность, потому что без Него мы не можем делать ничего. Никакое дело, даже самое доброе, сделанное вне Бога, не имеет значения. И только дела, которые мы совершаем во Христе, потому что мы отданы Нем, потому что мы привиты к Нему, потому что мы в Нем находимся. Да будет благословен наш Господь. Следующая буква. О-Б. Друзья мои дорогие, я не знаю, что вы подумали в вашем сердце, но у меня только одно есть на душе. Вот как определить наш следующий шаг продвижения в борьбе. Это, то есть, в продвижении, чтобы к победе. Это борьба. Ну, нет победы без борьбы, без битвы, без сражения. Какая может быть победа, если человек не боролся? Как много людей тоже обмануты. Пришел ко Христу, покаялся, отдался в руки Божьи и сложил руки, и все. И все. А дальше Господь, а дальше Бог за меня. Я уже ничего. И он не хочет пальцем, как говорится, палец о палец ударить, чтобы именно стать на стражу всех тех предписаний, которые Господь предлагает через свое слово. А я уже все, я уже, Господь за меня поборает. Он-то поборает, но он требует от тебя твою часть. А твоя часть заключается в чем? То вы, прилагая к всему все старание, все старание, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Битва – это решительное, решительный настрой на борьбу, на битву. И эта битва, друзья мои дорогие, она может выражаться в очень, как говорится, разных проявлениях. Потому что кто-то, слушая о битве, думает, тут напрячься и нужно сразу в драку. Есть виды борьбы, которые предусматривают не драку, а побег. Да, это тоже борьба. Писание говорит, убегать каких? Вот этих плотских похотей, юношеских похотей, мы говорили в прошлый раз, подстающих, убегай. Идолослужение – убегай. Блуда – бегите. Потому что этот враг, который посильнее вас. Но ваше положение в данной ситуации – это бедство. Это убегать от ситуации, которые тебя могут спровоцировать на грех. Поэтому мы говорим, молодые люди, вы не должны быть, юноша и девушка, одни в машине. Вы не должны быть одни, чтобы никто не мог проконтролировать, увидеть вас. Потому что вы беззащитны в таком случае. Вам кажется, у вас такие хорошие, прекрасные чувства. Вы преисполнены с самого, что ни есть, благородного отношения и всякого благородного чувства. Но враг сильнее, похоть сильнее. И, к сожалению, если бы действительно лишнее говорим. Но мы знаем, что мы говорим. Мы знаем, что мы говорим. Потому что, да, приходится, разваливается брак. И тогда уже вскрывают молодые люди. Оказывается, не было сохранено целомудрие. Люди оказались в грехе. Почему? Потому что проигнорировали вот этим предупреждением, что есть борьба. И этот, в этом направлении, вид борьбы – это бедство. Хотя в других направлениях это действительно приложение всех стараний. Есть вещи, от которых мы не можем убегать. И нам нужно встретить их лицом к лицу. Различного рода сатанинские атаки, которые… Или через обстоятельства что-то. Он вот не может, вот рушится, с работы выкнули, вот деньги как-то, финансовая проблема. Что делать в таком случае? Я уже в браке, но у меня все там рушится, не клеится, нет взаимоотношений. Вот тут-то и надо как раз внимательно изучить стратегию борьбы, которая в Священном Писании нам предлагается. Следующее, друзья. Итак, мы уже… П-О-Б-Е. Е. Что вам на сердце ложится? Потому что у меня положилось это ежечасно или ежедневно. Ежедневно. Ежедневно написано, первые ученики разбирали Священное Писание. Ежедневно, три раза в день Даниил молился пред Богом. Ежедневно. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Это говорит о том, друзья мои, что… Потому что, вы знаете, как бывает? Одержали мы однажды победу, какую-то блестящую, и расслабились. И все. А тут уже можно, как говорится, и отдохнуть. Ничего подобного. Бог призывает нас к бодрствованию каждый день. Более того, каждый час, каждую минуту. Ну, нет отдыха нам на земле. Здесь труд, здесь борьба. Отдых в небесах. Так когда-то пели наши отцы. Будем трудиться, а отдых будет там в вечности. Поэтому благослови нас, Господь. Помнить, что Бог предопределяет нас к борьбе каждодневной, ежечасно. Ну, а «Д»? Что вам на сердце ложится, когда мы… Буква «Д» еще. «Д»? Держаться. 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 Вот смотрите. Ты держишься верою. Они отломились. Но ты держишься только потому, что ты веришь. Держись. Держись. Вот, смотрите, я прочитаю некоторые места, которые я бегала. Он, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Зачем убеждать? Ты же увидел благодать. Ты же увидел, как действует в Антиоке и Господь. Какое пророчество. Какие дарования духовные. Как они горят. Все. Радуйся. Уходи. Они уже… Убеждал их держаться. Потому что опасность существует. Существует опасность, друзья мои, как только мы уже, как говорится, прошли вот эти, может быть, первые этапы. И потом подумаешь, ну, получается. Могу. Выдержу. Что мне уже? Я имею опыт. Могу устоять. И вот это как раз очень опасно. Очень опасно. Вы знаете, что самые большие падения как раз происходили с людьми тогда, когда они видели результат какого-то духовного роста, каких-то духовных подвигов, и потом незаметно для себя переключались и понимали, что теперь они могут выходить на проповедь, проповедники, уже, ну, без особой, без молитвы. Потому что опыт есть. Они могут делать те или другие вещи самостоятельно, уже не нуждаясь в Господе, забывая то, что Христос сказал, без меня ничего. Держитесь меня. Это ваша безопасность. Когда Иисус Христос сказал, что я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, это значит держится. Держится этой позиции, этого положения во Христе. Тот приносит много плода. Вы без меня не можете делать ничего. Держаться. Держишься верою. Держитесь образца здравого учения. Держись, Тимофею пишет апостол Павел. Уповай на Господа, Давид говорил, и держись пути его. Юношеских похоти убегай, говорил апостол тоже Тимофею. Держись правды, любви и веры. И еще очень важный момент, который очень хотел бы я заметить. Смотрите. Итак, братья, стойте. Итак, братья, второе фессалонтийца. Очень важно. Это особенно молодежь вам хочу сказать. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Болезнь последнего времени – это то, что проверено было веками. То, что держало очень в Иисусе Кресте Церковь Господнюю. Есть вещи, которые, они не написаны в Писании. Ну вот, не написано и все. Не написано. Но это из поколения в поколение проходило верующих. Передавали своим детям. Не отказалась церковь от алкоголя. Отказалась. Хотя некоторыми местами можно притащить. Притащить это понимание, что вот можно пить. Ну вот Тимофей же, вот Христос превратил воду в вино. Ну то, если ты болеешь желудком, ну и выпил глоток вина, чтобы там не бурчал этот желудок, ну то кто ж против этого? Мы говорим о том, что алкоголь принимается для поднятия настроений. Когда ты принимаешь... Есть два источника радости, веселья. Это мирской источник, наркотики, вино, там еще другие какие вещи. И есть духовный источник. Это Дух Святой. Это исполнение в Духе. Это радость о спасении. И Писание говорит, вернее, мы поем такой псалом, и Писание об этом говорит, чтобы вы имели радость, и радость ваша была совершенная. Радость наша совершенна, мы поем, от Христа, не от людей, и никто во всей вселенной овладеть не может ей. Аллилуйя! Это правда, друзья мои, что наша радость совершенна. Но если я ее не испытываю, и мне как-то грустно и тяжело, то нужно не к алкоголю обращаться, а нужно проверить свою христианскую жизнь. Почему потускнела, померкла моя радость? Почему она померкла? Потому что, когда я обращаюсь к увеселительным, как говорится, средствам этого мира, это я бросаю вызов всему голгофскому делу Христа. Я говорю о том, что, Господи, теперь Голгофа, Твоя пролитая кровь, Дух Твой Святой меня больше не радует. Мне нужны другие источники. Вы представляете, что это такое? Бросить вызов всему делу Христа. Если я не радуюсь во Христе, надо каяться и разобраться, почему мне теперь нужен алкоголь, а не исполнение Духом Святым. Что произошло со мной? И держите предания, которым вы научены. Много есть, есть, ну, не так уж много, но есть вещи, которые действительно церковь унаследовала, передает это. Например, ходить в собрания по воскресеньям, молиться, не пропускать. Вот. Ну, другие, как я сказал, воздержания. Значит, оно, можно предраковать, а где написано? Хотя, если написано, допустим, а почему? Вот нет написано, что наркотики не принимать. Ну, так что, разве церковь, если церковь это запрещает, то она неправильно делает, потому что нет, в Писании написано, вот так, напрямую, не принимайте наркотиков. Есть истины, утвердившие себя по жизни в среде церкви Господней. Вот. Доказавшие право на то, чтобы, и апостол называет это преданием, это то, что передано наследство, наследие отцов. И дай Господь, чтобы нам действительно к этому обращаться и быть внимательными. Стойте и держите предание. И последний А. Вы, наверное, подумали, аминь, наверное, надо сказать. Аминь. Ну, я тоже так думаю, аминь. Но, есть еще одно хорошее слово, которое, в общем-то, интересно, что в Писании оно не употребляется в нашем переводе. Вот. Но очень распространено, когда мы говорим о труде, о служении, это активность. Активность. Кстати, это противоположность лени. Лени. Кто-то сказал, и это очень меткое выражение, что лень это ржавчина души. И, вы знаете, лопата, когда она в работе, или плух, он блестит. И он меньше изнашивается в работе, чем если он стоит и ржавеет. Ржавчина уничтожает очень быстро. И потом делает его вообще неспособным к работе. Ржавчина. Так вот, лень – это ржавчина души. Есть такое хорошее стихотворение. Сейчас его, но перед этим еще пару слов. Друзья, когда Бог призывает нас к труду, к служению, к действию, к активности, прилагая все усердие, все старание. Вот. В Писании есть другие слова, которые говорят об активности. И это очень важно. Часто мы просто неактивны, не стараемся ничего делать, потому что нам кажется, что, а кому я буду делать это? А они что, заработали? А что-то я должен для него то или другое или прочее? Допускай там сами. Нам в другой раз, мы забываем одну важную вещь, что проявление активного служения в церкви, в первую очередь, труд для Господа, нужен нам, нужен мне и тебе, а потом уже кому-то, кому мы думаем, что наоборот, это ему надо. Потому что в труде мы воспитываемся, в труде мы возрастаем во благодати Господней, в труде мы оттачиваемся, Господь использует людей, именно активных людей. Вы заметите, что никому ленивому человеку Бог не подошел в самом начале, допустим, и спал Елисей в стоге, там сено, и пришел Господь, или я бросил на него мелодь. Нет, он пахал, он работал. Господь даже использует просто по характеру активных людей для того, чтобы их потом задействовать в своем царстве. Ну, а если мы уже виноградники, то нам звучит, ну, что ж ты стоишь без дела? Ты же виноградник, и ты уже принят. Для чего? Чтобы работать, трудиться. Труд нужен для нас. Нам лично, мне нужен труд, а не для того, что я для кого-то сделаю, и тот получит какую-то выгоду. То уже второстепенно, первостепенно не нужно мне. И последнее, мы будем молиться. Нет, нам нельзя. Нет, нам нельзя сидеть, сложившие руки и проходящие считания мгновения. Нам нельзя сидеть, дремать от скуки, познавшие радость вечного спасения. Смотрите, сколько дел нас ожидает, скольким должны мы все еще помочь. Взгляните, Нива зреет, поспевает, гоните лень, гоните скуку прочь. И кто из вас, какому призван делу, кому какой талант Всевышний дал, во имя Господа. Творите смело, будите всех, чтобы никто не спал. Вы подвигов великих не ищите, кто в малом верен, верен и в большом. С любовью малые дела творите, а их так много на пути земном. Нет, нам нельзя сидеть, сложившие руки и проходящие считать мгновения. Нет, нам нельзя сидеть, дремать от скуки, познавшие радость вечного спасения. Аллилуйя! Молимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Господь, дорогой, что Ты призываешь нас к активному труду, к служению, к победе. Ты, Господи, определил для победителя величайшее будущее, прекрасное, Господь. Я очень хочу быть победителем. И я знаю, Господи, что все в этом зале, мои братья и сестры, мы не хотим, Господь, разделить судьбу тех, которые запутались в сквернах этого мира и для которых последнее, хуже первого, милосердный, любящий пасырь. Сохрани любого из нас, которые в этом зале находятся, и всех Твоих детей. Но мы хотим быть победителем. Поэтому, Господь, веди нас, Боже, победами. Веди нас, Господи, Боже, к вершинам, к славе Твоей. Веди нас, Господи, к победе над плотью, над миром, над грехом, над разного рода обольщением и искушением, Господь. И пусть Ты прославляешься в нашем служении, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, дорогие, давайте встанем, спаем все вместе в Псалом. Почуй меня, Боже, коли я сумую, коли мое сердце втомилось страждать. Почуй меня, Боже, коли я сумую, коли мое сердце втомилось страждать. Почуй, моя армія, лежи за спиною, устат, ламит, не можуть мовчать. Почуй, моя армія, лечить за спиною, устат, ламиніють, не можуть мовчать. Почуй, мене, Боже, под славу порою, ідущи проти вітру, вночі бургу. Почуй, бо я часто болів душею, втомився, я, Боже, чи є маси виті. Почуй, моя армія, по мене нітвич, це тягар превеликий, тягар коїхріхта. Дрить за душу мою, молюсь я щиро, а и а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Занимайте свои места Мы споем псалом Аня расскажет стих И молодежная мужская группа Споет псалом и затем пение хора Номер пять Музыка 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 Далеко, далеко, далеко Журавли улетели Где леса, где поля, где порою бушуют метели А лететь журавлям, а лететь журавлям нету мочи И присели они на поляне в лесу среди ночи А лететь журавлям, а лететь журавлям нету мочи И присели они на поляне в лесу среди ночи А наутро снялись, все на юг улетели далеко Лишь остался один на поляне бродить одиноко Он кричал им во след Помогите, пожалуйста, братцы Нету сил у меня, нету мочи на воздух подняться Он кричал им во след Помогите, пожалуйста, братцы Нету сил у меня, нету мочи на воздух подняться И спустились они, помогая усталому красному Хоть и знали о том, что до цели непросто добраться В небеса поднялась в журавле белокрылая стая А не братца с собой, у насили на юг улетая В небеса поднялась в журавле белокрылая стая А не братца с собой, у насили на юг улетая А не братца с собой, у насили на юг улетая Отбившись от стаи крылатой Хоть и знаешь о том, что законы о дружбе все святы А судьба над тобой начинает шутить и смеяться И друзья обойдут, и никто не поможет подняться А судьба над тобой начинает шутить и смеяться И друзья обойдут, и никто не поможет подняться Посмотрите, друзья, сколько в мире израненных братьев Позабыли Христа, оказались в греховных объятиях Помогите же им, поднимите и путь укажите К Иисусу Христу вы молитву за них вознесите Помогите же им, поднимите и путь укажите К Иисусу Христу вы молитву за них вознесите Иисусу Христу вы молитву за них вознесите Стих, который я хочу сейчас рассказать Я в первую очередь буду его рассказывать себе А потом вам, дорогие братья и сестры Церковь, невеста, встань, ты как луна Прекрасно, величава, светла, как солнце над землей Ты себя Христу приготовляла, чтобы стать царицей неземной Чтобы в белоснежном одеянии рядом стать с небесным женихом В онный день в красе и ликованье Встретить в хороводе неземном Два тысячелетия пролетела Ты наряд готовила себе Много скорби в жизни ты имела Много бурь прожила на земле Ты была тверда и непоколебима И прожила много трудных дней Но рукой Всевышнего хранима Ты прошла средь горестных скорбей Кровь детей твоих лилась рекою Но не сломлен дух остался твой Грешный мир глумился над тобою Славную, безумную толпой Вне Нерона факелы горели Из твоих сынов и дочерей Но весон ты свой не запятнала Сохранив его царю царей Чтоб предстать пред ним в весоне чистом Без пятна порока и греха В белоснежном, чистом и лучистом Одесную вставши жениха В наши дни подобного немало Испытаний пережила ты Тюрьмы, смерть, побои испытала Сохранив одежду чистоты В памяти останется Россия Все, что ты сумела пережить В Оркута, Инта, Места, Другие И на пальцы даже их не счесть Страх и ужас сталинской эпохи Мор и голод, ссылки лагеря Сколько слез пролито, сколько вздохов Пережито за Христа, Царя Трудные ты годы пережила Кто сумеет это все забыть Но ты веру в Бога сохранила Не смогло ничто ее лишить Сиротами дети оставались Жены оставались без мужей А мужья по лагерям скитались Вдалеке от близких и семей Сколько здесь, покрытых сединою Это все прошли в пути своем Бури пронеслись над головою Оставляя свет в пути своем И немало их лежать осталось Средь тайги, болот сырой земли Реки слез на землю проливались На пути проложенном возле Это все осталось бессомненно В памяти покрытой сединой Это все как будто сновидение Страшный сон среди поры ночной В книге памятной отмечено рукою Каждый шаг и каждый подвиг твой Его око было над тобою Как хранила ты весон святой Он с тобой был всегда незрима В злую стужу и в палящий день Ты была рукой его хранима Проходя тяжелый путь земной Ты твердость духа Веру сохранила И среди гонений и скорбей Яснее засияла ты Одеждой светлою своей Твой Господь Хранил тебя повсюду В трудный час поддержку он давал Он сказал Тебя я не забуду Я тебя на дланях начертал Новая забота на сегодня Из обилия, пищи и питье И сюда по милости Господней Привела его рука твоя Посмотреть, проверить, убедиться И увидеть праведность твою Посмотреть, к чему же ты стремишься Руку ты на что прострешь свою Может быть, теленка золотого Пожелаешь сделать для себя И забудешь Бога Всеблагого Что так много сделал для тебя Может быть, захочешь украшения Кольца, серги на себя одеть И найти богатство и утешение И к нему стремление иметь Не найдешь богатство и утешение Срам и стыд пред миром обретешь От твоих безумных похотениях Ты лишь дальше от Христа уйдешь Это все ведет тебя к падению И к бесчестью над твоим врагом Не к тому имеешь ты стремление В этом мире злом и суетном В наши дни сейчас уже немало Отошло от Божьей чистоты Плоть над духом вверх Надежно взяла Запятнав одежду чистоты Похоть плоти Моды, украшения Запятнала чистый твой весон Это все ведет тебя к падению И за это строго спросит он Ты сегодня думаешь превратно Чтобы оправдать поступок свой Время пролетает безвозвратно Посмотри на свой весон святой Бог не смотрит ни на нарушность Говорят немало христиан Таковым глаза помазать нужно Чтобы увидали свой обман Средь гонения верность ты хранила А теперь, теперь пошла в уклон И запилие душу ослепила Запятнала чистый свой весон Бог желает ныне прославляться Не в твоем убранстве дорогом Но дарами духа украшаться Ты должна в собрании святом Хочет он, чтоб ныне пламенела Ты любовью к Богу своему Масло, чтоб в сосудах ты имела И принадлежала лишь ему Церковь, встань, идет к тебе Мессия Пробудись, поправ светильник свой Слышны уж шаги его святые С рума в брак небесный и святой Ты должна пристать в весоне чистом Без пятна порока и греха Белоснежном, светлом и лучистом И сиять, как светлая луна И вот ты стоишь с Иисусом рядом Сонмы ангелов поют тебе А ты в весоне чистом и нарядном Золотой весон на голове И отец, склонившись на четою Руки возлагает на двоих Божий Сын с невестой святой И отец благословляет их Хоры неземные воспевают Небо вторит песни из неземной И отец небесный вытирает слезы С твоих глаз своей рукой Сколько будет в небе ликований Время близко, церковь пробудись Ободрись, взгляни на воздаяние И еще немного потрудись Ты прожила в жизни очень много Но еще осталось и чуть-чуть Скоро ты по воле Всеблагого На земле окончишь жизни путь Там получишь ты свою награду Ободрись, свои лохмотья скинь Облегись ты в свой весон нарядный Чтоб войти на брачный пень Пир, аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорогие братья и сестры, скажем все вместе слава нашему Господу! Мы на этом месте, и Священное Писание говорит, что благословен народ, у которого Господь есть Бог. Слава Господу, что сегодня ты и я принадлежим к этому народу, к которому обращаемся мы все, к которому идем за помощью. Вы знаете, почему я вышел сюда? У нас сегодня так много записок есть, и мы будем читать сейчас эти записки, друзья дорогие. Но перед тем я хотел бы обратить особое внимание на то, что каждый из вас, кто пришел на это место и имеет нужду пред Господом, вы хорошо сделали, что пришли на это место, вы хорошо сделали, что обратились к Господу в молитве своей, а больше того написали записку, чтобы церковь поддержала вас в молитве вашей. И вот здесь есть много нужд, друзья дорогие. И я кратенько прочитаю два стиха только места из Священного Писания, и мы будем молиться Господу. Написано так в 8 главе Евангелия от Луки. Об Иисусе Христе, когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус услышал это, сказал ему, «Не бойся, только веруй». Дорогой брат и сестра, перед тем, как написать записку, может быть, ты боролся в душе своей или боролась о том, что и нет, кто шептал тебе, что, наверное, все напрасно, ничто не поможет. Но сегодня Господь на этом месте, и Он говорит, «Не бойся, только веруй». А некогда сказал Иисус об этой дочери, она спасена будет. Сегодня твоя дочь, твой сын, сегодня твои нужды, твои проблемы, они решаются пред лицем нашего Господа. И я желаю кратенько прочитать эти записки, друзья дорогие, и мы будем молиться. Прежде всего, у нас есть нужды благодарности, и мы будем вместе с благодарящими благодарить Господа. Дорогая церковь, поблагодарите Господа вместе со мной, что Он помог мне дожить до сегодняшнего дня, и за всю Его великую милость, явленную мне, и за Его чудное исцеление. Мне дал Господь дожить до 52 лет. Слава Господу, это просит Александр, благодарит. Мы поздравляем Александра и благодарим вместе с ним. Дорогая Суламита, поблагодарите вместе с нами Господа за благополучное рождение дочери Виктор Лилия. Поздравляем вас с рождением дочери. Благодарим Господа, Бог дал зятю хорошую работу, член церкви. Дорогие братья и сестры, пожалуйста, помолитесь за нашего шестимесячного сына, как за своего. Держится температура уже два дня. Пусть, милующий Бог, пошлет свое исцеление. Заранее благодарим родителей. Дорогая церковь, помолитесь, пожалуйста, за Александра. Он живет в Германии, и у него рак. Пусть Бог даст ему исцеление. Он неверующий даст покаяние. Дорогая церковь, просим помолиться за нашу сестру, которую сделали операцию на сердце. Ей сейчас очень тяжело. Будем молиться. Дорогая церковь, помолитесь, пожалуйста, Господу, чтобы Господь исцелил меня после операции. С просьбой, член церкви. Дорогая церковь, помолитесь за перелет моего мужа из Украины. Пусть Бог благословит его, вера, щербю. Дорогая церковь, прошу помолиться за моих сыновей. Не желают ходить в церковь. Мы за них молимся и просим, чтобы церковь тоже помолилась. Заранее благодарим. Помолитесь за сына, ушел от Бога, живет греховной жизнью, имеет много проблем. Пусть Господь явит милость. Родители благодарим. Братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, пусть Бог будет милостив к нашим детям и сохранит их от зла. Спасибо. Также просят помолиться за сына, чтобы Бог дал ему освободиться от зависимости. И также бабушка просит за своих внуков, чтобы Господь также привел их к покаянию. И просят помолиться за зятя, который отступил от Господа. Помолиться за дочь и за внуков, чтобы Господь послал послушание, просит мама и бабушка. Просит также член церкви. Дорогая церковь, просьба моя помолиться Господу за мою дочь и за зятя, за покаяние, чтобы Бог дал им искреннее покаяние. Дорогая Суламита, помолитесь со мной и поддержите меня за мужа, чтобы Господь помиловал его и смирил, освободил от греха, а также и сына. Одинаковая нужда просит сестра. Дорогие братья и сестры, вот эти нужды, которые были написаны сейчас как за свои. Мы встанем на наши ноги и попросим благословения у Господа, помолимся, чтобы Господь вышел навстречу и благословил. Будем искренно молиться, Бог силен помочь и ответить на эти просьбы. Отец Небесный, во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы обращаемся пред величием Твоим, Творец неба и земли, с этими проблемами, с этими нуждами, просьбами. Их так много сегодня, Господь, вместе с благодарящими, мы благодарим Тебя за то, что Ты являешь милость Твою, Ты посылаешь все необходимое, Ты даешь необходимое здоровье, работы, Господи. И там, где дети Твои благодарят, мы вместе с ними благодарим за отвеченные молитвы. Но сколько проблем и сколько нужд принесены пред величием Твоим. И Ты видел, когда писались эти записки, и ранее того Ты видел, а сегодня Церковь Твоя приносит на руках молитвы, эти нужды, Господи, пожалуйста, ответь на эти нужды и на эти проблемы. Кто заболел неизлечимой болезнью, исцели, Господь, и этого молодого человека, который неверующий, исцели его во имя Твое и дай ему покаяние, просят о нем. Господи, мы молимся сегодня за эту малютку шестимесячную, исцели этого мальчика, Господи, и яви милость Твою, чтобы Твое благословение было в этом доме и радость была. Господи, сколько сегодня тех сыновей и дочерей, которые отступили от Тебя, которые не желают следовать за Тобою, не желают служить Тебе, которые находятся в зависимости. Пожалуйста, ответь на эти записки, на эти нужды народа Твоего. По молитве Церкви выслушай и дай ответы. Верим, что Ты слышишь, народ Твой, Господи, и Ты дашь ответ в свое время по воле Твоей. Да прославится Твое святое имя, вечный Бог. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, дорогие, мы сейчас будем делать материальное служение и будем петь псалом «Господь есть истинный мой путь». После общего пения мы послушаем, еще молодежная группа споет, пения хора уже не будет и будет заключительная проповедь. ПЕСНЯ Господь есть истинный мой путь. Идущих светлым небесам. Помни, сердце утешает своим словом, Ободряет, освещает путь ногам. Помни, сердце утешает своим словом, Ободряет, освещает путь ногам. Господь есть истинный мой путь. Господь, хранитель мой, ищи во время бури и невзгод. Под сенью крыл своих храни, Не бойся, сердцу говори, За руку правую ведет. Бой, бойся, сердцу своих храни, Не бойся, сердцу говори, За руку правую ведет. Господь, хранитель мой, ищи. Господь, несчастья моя, поверь, Господь моя, твердый нянь. А я ничтожный человек, Так беден, нищий, наг и слеп, Но и храним до ныне. А я ничтожный человек, Так беден, нищий, наг и слеп, Но и храним до ныне. Господь, несчастья моя, поверь, Господь, спасение мое, Источник вечной жизни. В сердце веру Он вселяет, Тайны неба открывает, Он прибежище мое. В сердце веру Он вселяет, Тайны неба открывает, Он прибежище мое. Господь, спасение мое. Пожалуйста, садитесь. Бежище мое. Бежище мое. Бежеще мое. Если мир лишит тебя Золото и серебра И покинет, обобравши до чиста Пред людьми не подой нить Помни, Бог питает птиц Свое время положи у ног креста Положи и оставь Свое время положи у ног креста Если верою живем Бог заботится о всем Свое время положи у ног креста Если верою живем Бог заботится о всем Свое время положи у ног креста Если сердцем стражнешь ты Прохосыпались мечты И земная Угодает красота Не помогут стоны плач Иисус, Христос, твой врач Свое время положи у ног креста Положи и оставь Свое время положи у ног креста Если верою живем Бог заботится о всем Свое время положи у ног креста Если верою живем Бог заботится о всем Свое время положи у ног креста Окружен ли ты враждой Все закрыто пред тобой Помни, Бог открыл тебе небес креста Он услышит и поймет Сохранит среди невзгод Свое время положи у ног креста Положи и оставь Свое время положи у ног креста Если верою живем Бог заботится о всем Свое время положи у ног креста Если верою живем Бог заботится о всем Бог заботится о всем Свое время положи у ног креста Слава Богу Много уважаемые братья и сестры Я рад быть с вами сегодня здесь Я гость между вами Меня звать Владимир Кулаков Я из Австралии Вырос в Австралии Мои предки из Советского Союза Были сосланы в свое время в Сибирь Потом из Сибири в Казахстан Из Казахстана в Китай Из Китая в Австралию И вот Австралия является моей родиной Я был миссионером И сейчас являюсь миссионером Был миссионером значит на радиостанции Голос Дружбы Это на Филиппинских островах Когда еще был Советский Союз Мы передавали тогда на Дальний Восток И на Среднюю Азию И также был радиомиссионером Десять лет в Кито-Эквадор Если кто из вас слушал Когда вы были в Советском Союзе То я был ответственен за русское служение И последних 15 лет я работал с Библейской Лигой И работал в Средней Азии Миссионером в Средней Азии Это Киргизия Таджикистан Казахстан Узбекистан Азербайджан Вот эти вот места И мы значит помогали местным церквам Обучать молодых людей По таким навыкам как евангелизация Потом ученичество Если занимается человек ученичеством Тогда он создает малую группу Как создать малую группу А если человек имеет малую группу Потом надо иметь лидеров малой группы И значит это о лидерстве И потом о самоконтроле И потом организуется маленькая церковь И вот если говорить о Средней Азии То это очень тяжелое место в настоящее время Вы знаете, что новые законы вышли По всей Средней Азии сейчас тяжело Сейчас тяжело Верующим и так далее От Казахстана до Киргизии И Узбекистана В этих местах очень тяжело Но Господь дал мне возможность Сотрудничать с ними многие годы Сейчас в настоящее время Я работаю с организацией Называется Петр Динека Русское служение Это Петр Динека Русское служение Но в бывшем Советском Союзе Оно называется Ассоциация Духовное Возрождение Или Духовное Возрождение В тех местах Так что перед вами сегодня миссионер И я хотел бы вам рассказать Один, наверное, случай о покаянии мусульманина Перед тем, как мы посмотрим на Слово Божье Вы, наверное, молитесь за мусульман, да? Вы, наверное, молитесь, чтобы Господь Своим Духом Святым затронул их сердца Потому что они жаждут познать Бога Они хотят знать того Бога, которого вы и я знаем И сегодня в Средней Азии очень многие Которые, можно сказать, фок-ислам Это фоклор или народный ислам Который существует в этой части мира Они смотрят на верующих И многие верующие, которые уехали из этих мест Они помнят И они хотят познать вот этого Бога Творца неба и земли И один Абдул, его имя звать Абдул Аксакал Вы знаете, что Аксакал? Это пожилой человек, белая борода Кепка в него на голове Он приходит к одному миссионеру Который был обучен Миссионер проповедовал о Спасителе Что есть Спаситель Есть Иса Мессах Иисус Христос Мессия И там, значит, Иисуса называют Иса Мессах Или по-другому разные слова В разных странах Киргизии или Казахстан Абдул приходит к обученному миссионеру Говорит, я слышал, что у вас есть Спаситель У нас в Исламе нету Спасителя Можешь ты мне рассказать про Спасителя вашего? В Исламе, говорит, у нас нету Спасителя Молодой миссионер посмотрел на Аксакала А вы же знаете, там есть уважение к старшему народу И он говорит Абдулу Абдул, ты хочешь, чтобы я тебе рассказал про Спасителя? Или чтобы Бог тебе рассказал про Спасителя? Он посмотрел на него, влубнулся Говорит, а пусть Бог мне расскажет про Спасителя Говорит, чтобы Бог тебе рассказал про Спасителя Я должен тебя познакомить с Богом Говорит, он выше царя царей Он больше царей, которые существуют здесь на земле Говорит, как бы ты пришел к царю? Он говорит, я бы ему склонился А он говорит, ты можешь склониться перед Господом Богом И я познакомлю тебя, представлю тебя Богу Я попрошу, чтобы Бог тебе открыл Спасителя Он говорит, давай Если он творец вселенной, говорит, если он создатель Если он всемогущ, то, говорит, я склонюсь перед ним Миссионер склоняется около Абдула Положил руку на него И начал молиться за него И представляет его всемогущему, великому Творцу неба и земли И в тот момент, когда он представляет его Богу Абдул, стоя на коленах, потихонечку начинает плакать Миссионер останавливается и спрашивает у него Что же Бог тебе сказал? Что же Бог тебе открыл? Он говорит, когда ты меня представил Господу Богу, Творцу вселенной Говорит, я увидел себя младенцем, новорожденным И я весь грязный И говорит, никто не был вокруг меня, кто бы мог очистить меня Не было человека вокруг меня, кто бы мог меня омыть Сделать чистым Он поворачивается к миссионеру и спрашивает, что же это обозначает? Он открывает Евангелие от Иоанна 3 главу Где Никодим приходит к Иисусу ночью вечером Так же, как Абдул пришел к миссионеру И он говорит, что ты должен родиться свыше Что ты должен получить Духа Святого Что ты должен получить прощение своих грехов И вот таким способом Абдул имел встречу с Иисусом Христом Получил новую жизнь Получил Духа Святого в своей жизни Сегодня Абдул следователь Иса Миссаха Он последователь Иисуса Христа Знаете почему? Потому что вы молились Господь послал людей, как нас Чтобы мы обучили местных людей Чтобы они занимались евангелизацией Чтобы они занимались ученичеством Чтобы они создавали малые группы Из малых групп они создавали домашние группы И в эти домашние группы приходили люди Которые никогда не слышали имя Иисуса Христа Которые никогда не знали Его И могли познать Его И войти в вот это избранное число В котором мы находимся сегодня Мы называем себя не только последователями А христианинами А Christian Christian – Христос в нас Христос в нас Это если Христос Если вот эта записка Я, между прочим, конспектировал победа И вот это вот, знаете Мы находимся в Иисусе Христе Christian – мы во Христе находимся Сегодня я бы хотел поговорить немножечко Продолжить, может быть, даже ту тему В то время, в которое мы живем И как нам быть победоносным Мы христацентричны Мы люди, которые исповедуем Иисуса Христа Мы люди, которые ходим в церковь Мы люди, которые, ну, находимся в общении верующих Мы находимся в церкви Мы находимся людьми, которые должны Не только отражать и быть письмом И зеркалом нашего Господа Иисуса Христа Но, как сегодня пастырь говорил Быть победоносными И быть победителями В этой жизни, в которой мы живем Есть место из Священного Писания Я хочу прочитать вам Слова нашего Господа Иисуса Христа Это Евангелие от Матфея Во время, в которое мы живем И как нам быть победоносным в настоящее время Евангелие от Матфея, 24 глава Это говорит о двух периодах Это во время Ноя и во время Лота Мы посмотрим, как люди жили во время Ноя и во время Лота Я задерживать не буду нас долго, да? Потому что Священное Писание говорит Нам претерпевший до конца спасется Но мы долго не будем, как являются славянские богослужениями Священное Писание говорит нам Послушайте слова нашего Господа Иисуса Христа Евангелие от Матфея, 24 глава Я прочитаю с 36-го и включаю 39-й стих О дне же том и часе никто не знает Ни ангелы небесные, а только Отец мой один Но как было во дне Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого Ибо как во дне перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня Как вошел Ной в ковчег и не думали, пока не пришел потоп Иисус Христос говорит нам, что придет момент, когда Он придет за Своими избранными Но этот момент будет как во время Ноя Во время Ноя И особенно Он здесь говорит, как было во дне перед потопом Я один раз, когда, значит, хотел исследовать вот этот период потопа Ноя Зашел в библиотеку В библиотеке был человек, который говорит, могу же тебе помочь? Я говорю, да Я говорю, у вас есть книги, как было во время Ноя? Как вы во время Ноя? Она листает, значит, в компьютер вошла, говорит О, говорит, у меня есть книги 50 биллионов лет тому назад Ну, бильярды лет тому назад Я говорю, можете поближе? Я говорю, мне не надо 10 миллионов Я говорю, как было во дне Ноя до потопа? Она пролистала, говорит, ну, 5 миллионов назад Ну, 1 миллион лет Нет, я говорю, это далековато Я говорю, как было во дне Ноя? Потом она идет с одной книжкой А эта книга была Библия Я говорю, спасибо, я говорю, у меня дома есть Библия Я буду, значит, исследовать, как было во дне Ноя Дорогие братья и сестры, наш Господь говорит нам, что Как было во дне перед потопом Ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как Ной вошел в ковчег Ничего же нет плохого в том, чтобы мы ели, пили, женились и выходили замуж Но, знаете, есть проблема в том, что если человек живет для того, чтобы есть Если человек живет для того, чтобы пить Если человек живет, как в Священном Писании, говорит, чтобы жениться и выходить замуж Если смысл жизни наш заключается в том, чтобы именно заниматься вот этими элементарными, этими натуральными вещами нашей жизни, а забывая о своей душе, то Иисус Христос говорит, это был период такой, как был во дне Ноя. И потом в Евангелии от Луки Иисус Христос еще дальше добавляет, как было во дне Лота. И здесь сказано в Евангелии от Луки, вот, значит, 17 глава, и как было во дне Ноя, так будет во дне Сына Человеческого. Ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как Ной вошел в Кавычег и пришел потоп и погубил их. Так же было во дне Лота. Ели, пили, ели, пили, покупали, продавали, садили и строили. Бог дал нам смысл жизни намного больше, чем вот эти элементарные качества, которые перечисляет Иисус Христос. Дорогие братья и сестры, Иисус Христос говорит, что как было во дне Ноя, это Бытие 4 глава, 5 и 6 глава, это будет время перед тем, как придет наш Спаситель Иисус Христос, которого мы так с нетерпением ждем. Мы говорим, гляди, Господи, гляди, кто из нас не молится, Господи, как нам хочется увидеть Тебя, как нам хочется услышать те слова, которые Ты бы сказал каждому из нас. И вот Священное Писание говорит нам, что есть такой момент, это Бытие 4 глава. Я хочу поделиться с вами сегодня не период Лота, но период до потопа, во время Ноя, как было во время Ноя до потопа. И вот о Бытие 4 глава, 1 стих говорит здесь, что Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Многие комментаристы говорят, что это был взрыв человечества здесь. Было 2 человека, стало сразу 4. Будет размножение человечества в таком темпе, что мы будем даже не понимать. 7 бильярдов, миллиардов людей на земле. Кто бы мог посчитать такое число? Даже нам тяжело посчитать. Еще удивительно, многие комментаристы говорят, но это не точно, Адам познал Еву, жену свою, и она рождает 2. 2 человека, Авеля и Каина. Одно зачатие, 2 рождения. Вроде бы некоторые говорят, что они были двойняшки, близнецы, но мы точно это не знаем. Но мы знаем о том, что есть один духовный принцип. Что же обозначает для нас Каин, что же обозначает для нас Авель? Мы к ним придем после того, как пройдем 4 главу. 4 глава «Бытие» говорит нам, как было водниное перед потопом. Значит, мы знаем, что был Адам и Ева, было рождение двух сыновей. Один был пастырь, а другой был земледелец. Один был пастух, другой был земледелец. И Священное Писание рассказывает нам дальше, вот в 12 стихе, что один из этих встает скитальцем и изгнанником на земле. Он встает скитальцем и изгнанником на земле. Люди, которые начали быть изгнаны с одной стороны, переходят в другую страну. Кто из вас не является скитальцем здесь? Кто из вас является сегодня человек, который приехал с одной стороны в другую, и вы поместились в другой стране? Это говорит про вас и про меня. Да, потому что мои родители тоже были сосланы в свое время в Сибирь, Сибирь в Казахстан, из Казахстана в Китай, из Китая в Шанхай, из Шанхая в Гонконг, из Гонконга в Австралию. А я сам из Австралии, потом стал миссионером на Филиппинских австравах, в Латинской Америке, а сегодня живу в Америке. Это именно говорит Священописание, что вот этот период придет как раз перед потопом. Это было такое, и здесь сказано, что потом и пошел Каин от лица Господа и поселился в земле Нода. Нод – еврейское слово путешественник. Нод – еврейское слово путешественник. Кто из вас не хотел бы увидеть тот город, где я вырос – Сидни, Австралия? А кто из нас не хотел бы увидеть Лондон? Или Бунос-Айрес? Москву вы, наверное, видели. Или Париж, да? А все мечтают побыть в Нью-Йорке. У людей в ДНК как-то зародилось вот это желание посмотреть разные страны мира. Спроси у человека, какую страну ты бы хотел посетить? У каждого есть любимая страна, которую он бы хотел посетить. И вот это желание, оно было у людей тогда во время допотопа, во время Ноя. Слово Нод – путешественник. Сегодня вы можете тур в Израиль купить, вы можете купить тур в Латинскую Америку, вы можете в Канкун съездить, вы можете Акаполку съездить, в Бонас-Айрес, в Австралию, куда бы ни было. Сегодня у нас мир именно имеет в себе это желание посмотреть, что существует до потопа, но слово обозначает путешественник. И вот 17 глава говорит, это вот признак, значит, китайцы и люди, которые изгнаны были, да, это один признак. Второй, что люди будут любить путешествовать. И следующий признак, или то, что говорит о том, как было до потопа, это 17 стих. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Иноха, и он построил город». Построил город. Дорогие братья и сестры, уважаемые посетители, друзья, построить город – это не то, что построить дом. Это высокая технология включается построить город. У нас в Австралии, например, Сидни и Мелбурн – это два таких больших городов, и они не могли согласиться, какой город сделать столицей. Знаете, что они сделали? Они построили новый город, называется Камберра, Кембра. Камберра – новый город, новая столица между Мелбурном и между Сиднием. И каждый турист, который залетает в Сидни, он машину берет и обязательно останавливается в новопостроенном городе. Архитектурно, улицы. Все-все оно так построено, что сегодня это довольно более современный город. Современный город. Он новопостроен город – это столица. Значит, ну, если взять СНГ, где построили новый город за последних вот 10 лет? Алматы была столицей Казахстана. Сегодня есть новый город, построенный на целине, называется Астана. Это новый город. Он даже переплюнул Москву, свою архитектуру и так далее. Новый город. Это характеризует, знаете, что? Что сегодня в нашем мире будут строить новые города. И тогда была промышленность до такой высоты, что строили города и в настоящее время строили города. И вот следующий признак, который говорит о том, в какой период мы живем до потопа. И взял себе ламех две жены, имя одной – Ада и имя второй – Цила. Полыгамия. 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 В азиат. В азиатских странах уже позволяется много женья. Иметь больше одной – это говорит о моральном положении нашего мира. Дорогие братья и сестры, это придет в Америку, это придет на наши улицы, а моральность придет. И надо быть осторожным. Священное Писание говорит в 20 стихе здесь. Ада родила Иовала, и он был отец живущих в шатрах со стадами. Это говорится о земледелии. Знаете, в Америке меньше 2% людей занимаются земледелием. Меньше 2% населения кормит 98% населения. В то время земледельная или сельскохозяйственная работа была на развитом уровне. Сегодня у нас сельскохозяйственное развитие на таком уровне, что мы сейчас говорим о GM products. Значит, GM products – это genetically modified products, генетически модифицированные продукты, которые существуют сегодня. Вот до чего мы дожились. Мы дожились до того, что коровы в Америке больше молока дают, чем какая-либо другая корова в других странах мира. Почему? Потому что сельскохозяйственное развитие дошло до такого уровня, что сегодня мы гордимся тем фактом, что наши коровы больше молочка дают, чем другие. Потому что сельскохозяйственное развитие на том же уровне, как оно было, можно сказать, даже во время Ноя. Значит, живущих были в шатрах и со стадами своими – это сельскохозяйственная промышленность и развитие. 22 стих. Цилла также родила Тувал Каина, который был кавачом всех орудий из меди и железа. Это говорится о металлургии. Мы сегодня называемся это high-tech или technology. Вот микрофон – это уже высокая технология. Не только металлургия. Это высокая технология. Высокая технология. И здесь говорится о нам, что он был Тувал Каин, который был кавачом всех орудий и медий. И в настоящее время мы тоже имеем развитие на очень высоком уровне. Что ни посмотришь здесь – экраны, телевизоры, все вокруг – это высокая промышленность. High-tech даже называется. Даже не знаю, как. Ну, высокая технология, наверное, по-русски так и говорится. И потом здесь сказано также, что… Здесь сказано вот в следующем стихе. «И сказал Ламех женам своим Ада и Цилла. Послушайте голоса моего жены Ламеховы. Внимайте словам своим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Муж рассказывает своей жене, что он участвует в убийстве. «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Я сейчас живу в городе Чикаго. Чикаго сегодня на первом месте. «Homicides and killings». Даже по-русски не знаю, как это. «Убийство» и «homicides» – это значит «нечаянно убиваешь человека». В Чикаго еженедельно приблизительно 20 человек умирает. Это только в одном городе в Америке. В Чикаго. В городе, в котором я живу. И Священное Писание говорит, что придет момент, когда будет говорить «я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». За что? За рану? За язву? Сегодня неправильно машиной по дороге проедешь и уже гудят тебе, уже кричат тебе, все остальное. И в Чикаго могут пистолет вытащить. Понимаете? В язву тебе и в рану тебе человек уже будет судить тебя, уже будет всячески извергать из человека. Мы дожились до того момента, когда мы пришли к анархии нашего общества. И здесь я еще один пропустил пункт. Здесь один пункт, где Каенвал, он стал отцом всех музыкантов, орудий, струнных орудий. Здесь стих говорится о том, что есть отец всей музыки. Вы слышали сегодня? Сегодня прекрасная у нас была музыка. Но сегодня музыка разделяет семьи, музыка сегодня разделяет родителей от детей, сегодня музыка разделяет многие церкви, молодежь и пожилые, и музыка сегодня на таком уровне, до которого мы раньше не понимали и не знали. Дорогие братья и сестры, придем к самому последнему пункту, который для нас самый важный. Духовный принцип Каин и Авель. Что из себя представляет Каин и Авель? Каин и Авель, два брата, с мамой, с папой, спрашивают, папа и мама, где же вы жили? Мама и папа говорят, мы жили в раю. Где? В раю мы жили, сыночки. Мы жили в раю. А как же там было? Ну, в прохладе дня Бог сам говорил с нами. В прохладе дня Бог приходил и хотел общение иметь с нами. Мама и папа, что же случилось? Смотри, что вокруг нас сегодня. Они не понимают. Мама и папа рассказывают им про свой грех. Когда же в последний раз мы общались со своими детьми и рассказали и покаялись перед своими детьми о своем грехе? И вот родители рассказывают, что был момент, когда мы согрешили, и Богу пришлось нас выгнать. Мы принесли проклятие на всю эту землю. И Господь Бог, посмотря на нас, мы были наги, мы были голые. И Он тогда приносит что-то, кровопролитие, и Он одевает на нас одежду. Мы потеряли шикайна глори. Мы потеряли славу Божью. И Бог покрывает нас одеждой. И дал нам одежду с кожи. И Бог приносит первую жертву за наш грех. И мы одеваем ту одежду, которую Бог дает нам. Каин и Авель много раз слышали вот этот случай, что Бог принес жертву. И потом они были религиозными. И один день они решили принести Богу в жертву свое приношение. Один был пастырь, он был пастухом. Знаете, если нам посмотреть на Давида, на царя Давида, у него флаута была, наверное, был у него какой-то музыкальный инструмент. Он выходил своих овечек, приводил на тихие воды, на зеленые такие площадки, где их кормил. И он сидел по деревам, значит, когда было жарко, и он стихи писал. Вы слышали сегодня прекрасные стихи, которые были сказаны нам и пастырем, и также молодой девушкой. И я благодарен Господу за такие сильные стихи. Пастух имел время музыку сочинять, стихи писать. И он смотрел, как его овцы возрастали. А земледелец, у него есть ябка в руке, у него есть сорняки, он с раннего утра встает, и он своими силами добивает свой плод. Своими силами добивает свой плод. И вот два брата, религиозные брата, два религиозных брата захотели и задумали принести Богу жертву. Один приносит Богу жертву дел рук своих. Все, что он смог сделать, своими руками дел рук своих. И он приносит плод Господу Богу дел рук своих, своими силами он добился. А другой приносит, над чем он не трудился. И он приносит Господу ту жертву, над которой он только наблюдал и смотрел. В наше последнее время, как было во время Ноя, было две религии. Одна религия была жить по закону, а другая религия жить по благодати. Я благодарен Господу Богу, что каждый из нас, мы узнали благодать Божью. Мы получили дары от нашего Господа Бога. Он одарил нас, Он дал нам своего Духа. И мы сегодня люди, называемся детьми Божьими, которые живем по благодати. Мы не заслужили то, что Господь Бог дал нам. Дары, которые Он дал нам, благодать, которые Он дал нам, прощение грехов, которые Он дал нам. Мы это все приняли. И сегодня, во всем мире сегодня существует другая религия, где люди стараются заработать эту вот благодать. Где люди по делам стараются. Многие из нас, мы знаем, если это, извините, можно сказать, православие, где люди стараются заработать спасение. В исламе люди стараются заработать спасение. В иудаизме люди стараются заработать спасение через десять законов и так далее. В буддизме люди стараются заработать спасение. Дорогие братья и сестры, мы живем в тот момент, когда брат, который старается заработать спасение, будет гнать брата, который живет по благодати. И сегодня мы живем вот эти времена, дорогие братья и сестры, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы были победителями, как пастырь сегодня говорил, мы победители, мы победители, мы победители над вот этими вещами, которые существуют, будь то анархия, будь то аморальность, будь то музыка, будь то high technology, мы не ему служим, они служат нам. И они служат это для чего? Для того, чтобы Слово Божие и Царство Божие распространялось по всем миру. Так что, дорогие братья и сестры, хочу напомнить вам и мне, что мы сегодня можем быть Каином или Авелем. Мы можем только жить для того, чтобы есть, пить, жениться, выходить замуж, покупать, продавать и строить, строить дома и города. Да, это нормально, нормально, но если мы только будем жить для этого, мы будем, как тот брат, жить по закону и стараться угодить Господу Богу своими делами. Но Господь избрал нас по Своей великой милости и благодати. Много милости в Господь наш, щедр Господь наш, и дал Он нам прощение грехов. И даром мы получили вот это, и даром мы будем подавать другим, потому что сегодня мы живем по благодати, а не по закону. И мы заслужили спасение не потому, что я достоин, мы заслужили потому, что наш Спаситель Иисус Христос, Он пролил свою кровь, Он был жертвой. И Иоанн Креститель видел Его и сказал, вот Агнец Божий, вот Агнец Божий, который берет на Себя грехи всего мира. Сегодня мое желание, чтобы вы тоже были следователями нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. И в этом да поможет нам Господь. Давайте помолимся. Спасибо. 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 Слава тебе, наш Господь и Божий. Бог, и благодарим Тебя за Твою милость и за любовь, за прощение. Благодарим Тебя за источники вечной жизни. Господи, и благодарим Тебя за Священное Писание. Благодарим, что Господь Ты излил свою кровь за нас, что сегодня мы можем называться и быть Твоими детьми, что Ты, Господь, являешься сегодня начальником и совершителем нашей веры. И мы приходим к Тебе молитвой нашего Господа Иисуса Христа, как записано в Матфея 6 главе. Вместе помолимся молитвой, Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб нас насущий, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукава, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки веков. Аминь. Друзья, братья и сестры, ну куда же вы так торопитесь? В воскресенье, уже никакие дела не могут нас так уже сильно гнать. Тем более у нас очень важное сегодня объявление, и я вас прошу, пожалуйста, послушайте. Ну, первое. Наши друзья просят помолиться за ребенка, мы это сделаем чуть-чуть попозже, вы пройдете сюда. И я обещал в прошлое, что, значит, что у нас сегодня мы представим новых членов нашей Церкви. Это наши друзья, которые изъявили желание быть членами нашей поместной Церкви. Я встречался с ними, мы имели беседы о порядках, ну, практически вы все прошли через эти беседы. Хочу сказать, что некоторые наши друзья, ну как, были членами, переехали в другой штат, побыли, пожили там, вернулись обратно. Изъявили желание снова вступить в члены Церкви. Некоторые друзья наши, будучи членами Церкви, женились, вышли замуж. Вот. И теперь их не половинки, значит, они тоже. Ну, здесь, по-моему, двое у нас таких. Я сейчас их назову, а вы, пожалуйста, проходите. Итак, Боби и Роман. Вставайте и проходите. А, что-то я музыку унес, ну, торжественно, чтобы было. Ну, на что же это похоже? Боби и Роман, Боби и Владимир и Валентина, Пастухова Надя, Каркош Людмила, Матвеев Евгений. Пожалуйста, проходите, вставайте, проходите сюда. Милка Лариса, Роман, Роман, член Церкви, Ткачук Юля, Макарти Оля, Гопша Михаил, супруга Каролина, Загречук Василий, Светлана, супруга, Кочаров Джордж, он принимал у нас водное крещение, но он женился, и у него жена Кочарова Оля, но вместе проходите, супруги вместе проходите. Значит, Кочарова Оля. Вот столько у нас сегодня братьев и сестер. А где остальные? Некоторые заняты. Кто-то в рейсе, у кого-то свадьба. Уже все прошли, кто был. Ну ладно, тогда я дам микрофончик, те, кто есть, пожалуйста, назовите. И друзья, которые хотели помолиться за детей, тоже пройдите сюда. У нас из новых членов, не знаю, у них, наверное, не получилось сегодня быть. Это Каролина, да, по-моему? Каролина и Михаил. Вы хотели? Нет? Значит, с детским. Ну, не важно. Друзья, вы написали записочку помолиться за нашего ребенка. Где вы есть? Пожалуйста, пройдите сюда. Жаль, что многим не получилось сегодня быть. Ну, тракисты в рейсах не получается. Ну, ничего, мы за них все равно помолимся. Значит, наши друзья, вот они, они, в общем-то, знакомые, они в курсе дела, как у нас в церкви. Им нравится церковь, нравится порядок служения, как проходит. Я всем задаю вопрос, если бы от вас зависело, что бы вы поменяли в наших богослужениях. Ну, все они говорят, что ничего менять не надо, мы-то потому и пришли, что нам вот так нравится. Я правильно говорю? Да? Правильно. Хорошо. Давайте познакомимся с вашим сыном, кто предает. Вин? Oh, Andrew. What do you want from your son? First and foremost, we want him to be obedient servant of our Lord and Savior Jesus Christ. Second, may he always strive for excellence in everything he does, and may he always show compassion towards others. богословил и родила воспитал его под хорошими христианинами данном мудрости воспитатели тоже хороший хороший пожелание хорошо друзья мои мы будем молиться давайте мы сделаем такой порядок первую очередь помолимся за мальчика за ребеночка и во второй части молит помолимся и благословим благословит новых членов будем молиться милосердный господь мы очень благодарны тебе за твою безграничную заботу мы благодарны тебе милосердный пастор за то что ты наградил наших друзей этим прекрасным сыном мальчиком они желают чтобы он был твой чтобы он был миссионером чтобы он был тружеником на ниве твоей поэтому господь благослови взрасти его во славу твою пусть он растет крепким здоровым господи сохрани от несчастных случаев неизлечимых болезней господь родителям дай мудрости дай твой страх божественный чтобы он возрастал господи на радость и на утешение будь прославлен в этом доме наш бог во веки аминь а также милосердный господь мы благодарны тебе за наших друзей которые изъявили желание быть членами поместной церкви благослови ты их дорогой господь пусть они вольются в число твоих детей пусть они господь найдут место в церкви винограднике твоем чтобы их труд и служение также были для прославления твоего божественного имени за все твои благости за любовь за милость прими за все хвалу и будь прославлен наш бог во веки аминь благодать господа нашего иисуса христа и любовь бога отца и общение святого духа со всеми нами аминь садитесь